На глубокие ямы на Эдемановском мосту пожаловалась наша подписчица. Она попросила осветить ситуацию, которая сложилась на путепроводе. Со слов женщины, дорога находится в ужасном состоянии вот уже не первый десяток лет. Ямочный ремонт исправляет ситуацию лишь совсем на непродолжительное время. Как оказалось, автолюбители Канска также крайне недовольны дорожным полотном в этом месте. Ну как сказать, там видит любой человек, что ездить по нему это экстремало, надо быть, чтобы проехать эти все ямы, стыки особенно разбитые. Ну стойки, в основном мы убиваем стойки передние и задние, это же по таким резким выбоинам. Плохое, то есть там яма, без колес можно остаться. Ну объезжать, тормозить, а так это, там можно без колес остаться, если на скорости поедешь. Ну едешь, 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 бух, яма, все, приехали. Очень плохо страдает подвеска, все страдает, резина страдает. На этом участке дороги водителям приходится маневрировать или значительно снижать скорость, так как тут очень глубокие ямы. Естественно, это увеличивает риск аварийной ситуации, не говоря о том, что сами автомобили подвергаются серьезному испытанию, которое впоследствии может привести к поломке. Мы сами смогли удостовериться, что проехать по мосту проблематично. Ямы ощущаются даже на низкой скорости. Впрочем, наша телекомпания обратилась в местную мэрию с вопросом, когда же будет произведен капитальный ремонт путепровода. Ответить нам пообещали в ближайшее время. Напомним, в этом году на ремонт городских дорог была выделена рекордная сумма – около 200 миллионов рублей. По каким же причинам данный участок не вошел в список, пока неизвестно. Юлия Олейникова, Вячеслав Морозов, телекомпания «Канск», 5 канал.